Микс Ньюс Доброе утро всем, 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 кто нас слушает. В эфире Радио Болтком, программа «Личное утро». Веду её сегодня я, Рита Трошкина, за пультом наш звукорежиссёр Евгений Копеин. Гостья в «Личном утре» у нас сегодня Эвелина Годунова. Это звезда балета, вот бесспорная звезда балета. Она рижанка, она выросла и выучилась, и стала балериной в Риге, в Латвии. Но сейчас, в данный момент, она солистка Берлинской государственной оперы, да, штат-опера. Доброе утро, Эвелина. Доброе утро, очень скучаю по вам. Рига, привет. Ну вот, мы рады вас видеть очень. Давайте начнём вот с чего. «Личное утро», оно, конечно, такое широкое название, включает много всего, и поговорим о многом. Но с чего утро ваше начинается сегодня и обычно? Покажите. Вот-вот-вот, это кофе, да? Да. Кофе – это первое, что происходит. А вы рано встаёте просыпать? Грешу. Правда, грешу. Я часа до балетного класса. Не совсем поздно, то есть это так, 9 утра, 9.30 иногда, когда очень хочется поспать. Мы сегодня вас подняли очень рано, чтобы просто поговорить. Я хочу нашим радиослушателям напомнить, что Евелина Годунова три года назад вошла в список лучших балерин мира, победив на престижнейшем международном конкурсе в Большом театре. Она получила там гран-при. И также в Латвии она 5 сезонов танцевала в нашей опере до этого и была признана в одном из сезонов лучшей балериной Латвии и работала в балете «Сеула». И мы обо всём, об этом постараемся успеть поговорить. У неё очень много достижений, но вот смотрите, главное, какая она обаятельная. Нам вас очень не хватает. Это немножко обидно, что чтобы посмотреть теперь на ваши партии, на ваши роли, на ваши спектакли, нужно лететь в Берлин. Хотя сейчас уже, наверное, и лететь пока что нельзя, да? Велин, давайте начнём с карантина, вот с самого такого уже трепещего вопроса. Как у вас это всё проходит? На каком моменте вас остановили в полёте? И на каком спектакле? И как-то чуть-чуть поближе можно к микрофончику, потому что немножко пропадает звук. Алло? Вот. Так лучше? Вот, так лучше, да. Так лучше. Намного. Да. У нас, да, у нас театр на карантин закрыли в середине 13 марта. У нас как раз-таки 14 марта должны были начинаться Лебединые озёра, у нас там целый блок был. И вместе в перемешку с Бейдеркой Ратманского Алексея. То есть у нас достаточно такой был насыщенный период. Мы все были в прекрасной форме, мы все мечтали выйти на сцену, показать зрителю, отдать всю себя, всю свою душу. И да, к сожалению, так получилось, что, да, нас попросили остаться вначале просто в театре, то есть отменили спектакли, а потом через пару дней отменили и наши тренировки. То есть нас попросили сесть дома с возможностью выхода на улицу. Слава Богу, что такая возможность была, что нас не закрыли как в Италии или как в юг Германии. То есть в Берлине всё было так достаточно легко с этим делом. Но да, у нас отменилось 12 спектаклей. Сейчас, 4 дня назад у меня должна была состояться премьера в роли Жизель. В одноимённом балете с Дину Таможлакару, но, к сожалению, наверное, это всё перенесётся на будущее. Будем надеяться, что это всё не уйдёт, а останется. Просто перенесут на какой-то другой срок. То есть пока неизвестно ничего ещё, да? Ну да, пока что они составляют списки, они составляют, как все эти программы соединить следующего сезона и этого сезона. То есть достаточно такая серьёзная у них работа. Да, и пока что ещё неизвестно. Евелина, а вот у вас в социальной сети на страничке, там упоминалось, что вы несколько дней назад вернулись в балетный зал. То есть уже репетиции продолжаются, да? Да, да. Пару дней назад мы вернулись наконец-то в наши любимые театральные стены. Наконец-то мы смогли вздохнуть творческим воздухом и двигаться, прыгать. И мы уже начали. Ну вот вы, у вас известный факт, что вы трудоголик и постоянно работаете, работаете, работаете. Да, ни одного дня не можете без тренировок, без репетиций. Как вы обходились дома с этим? Вообще-то получалось что-то? Да, очень старались. Мы в первую же неделю приобрели балетный станок дома, потому что без балетного станка невозможно работать. Конечно, мы вначале там держались за окошки, за столики и так далее. То есть без балета нам не обойтись, потому что тело быстро забывает движения, и всё, что мы тренируем, к сожалению, быстро исчезает. То есть это надо делать ежедневно. Как мы чистим зубы, так мы делаем урок. То есть по-другому никак. И да, нам театр сразу же предоставил полбалетный. Нам всё время присылали мотивирующие имейлы, чтобы мы не переживали, потому что достаточно сложное время, когда ты бежишь куда-то за этим поездом, всё время переодеваешь костюмы, пуанты, мозоли. Ты летишь, прыгаешь, и тут тебе говорят, всё, спасибо, мы можем посидеть и отдохнуть. То есть такой чуть-чуть режим, такой, как сказать, непривычный. И да, тренировались дома, конечно, крутиться нельзя, потому что страшно упасть там на лице, то есть когда нету пространства вокруг тебя, это чуть-чуть тоже странно так. Ну а ничего, мы привыкли, нашли в себе новые силы, новые какие-то грани открыли, перестали бояться многих вещей, открыли новые способности, даже прыгали, соседи мучили. То есть думаю, соседи не очень рады были снизу, что сверху живёт балерина, которая прыгает в пуантах. Эвелина, а вот на Ваш взгляд, минусы карантина понятны, а плюс какие-то были? Конечно, конечно, можно было остаться наедине с собой, узнать себя получше, узнать свои какие-то страхи, желания, помедитировать, открыть любимую книгу, до которой руки не доходили, потому что всё время куда-то бежал. Какая любимая книга? Побыть с семьёй. Сразу про книгу. Ой, да, это любимое дело. Сейчас это всё подряд у нас. У нас наша библиотека наконец-то открыта, и мы… Да. Нашлось время вот на это всё, на что обычно не хватало. Да, да, и мы должны ещё просто рассказать, что Эвелина не одна, в Берлине находится вместе с мужем. Расскажите, пожалуйста, да? Да, да, у меня прекрасный муж Евгений Хисамудинов. То есть я счастлива, у нас прекрасная семья, кошка. Тоже танцовщик, салит валет. Да, и кошка по имени Клеопатра? Не фертити. Не фертити, ну почти, почти одно и то же, да. Как она поживает? Так что мы вместе… Было, конечно, тоже моментами сложно с мотивацией, то, что надо было куда-то девать энергию. Мы с мужем решили, что мы начнём заниматься бегом. То есть мы начали бегать, мы начали заниматься усердной физкультурой, чтобы всё-таки форма в мышце и тонус оставался, чтобы лишние килограммы не насели на бёдрах. Мы старательно бегали в парке, то есть да, готовились к марафону. А вот как, на ваш взгляд, про Ригу мы всё знаем, а как в Германии, как в Берлине, как люди вообще это воспринимали, это общее настроение, атмосфера, там был страх или наоборот как-то так философски больше, как вам кажется? Получилось так, что вначале, когда люди узнали о том, что у нас начинается эпидемия, первым примером была Италия, поэтому все очень напряглись. И был момент даже, когда люди испугались, когда люди ринулись в магазины, начали скупать тушёнку, туалетную бумагу любимую, дезинфекцию. То есть некоторых продуктов, как, например, макарон и туалетной бумаги, не было очень долгое время. То есть люди правда начали пугаться того, что нас закроют дома и что мы не сможем выйти на улицу. И действительно мы переживали все. И понимая, какая серьёзная ситуация в мире сейчас, что правда люди умирают, и это такие неприятные вещи, все очень серьёзно к этому отнеслись. И даже с разрешением выхода на улицу люди старались сидеть дома. То есть не выходить лишний раз, одевали маски, перчатки. Это происходит до сих пор. То есть очень ответственно к этому подходят, уважают других, уважают себя. А сейчас уже какие-то есть послабления, да? То есть понемножку у вас отменяется тоже? Дистанция остаётся. Когда заходим в заведение любые, мы должны обязаны носить маску. То есть это такие... Теперь, я думаю, этот аксессуар ещё долго из нашей жизни не уйдёт. То есть метаморфоза, она свершилась. Теперь мы все будем в масках. Я думаю, в театр люди будут приходить уже первое время в масках. Как-то странно всё звучит. Странно не звучало. И да, дистанция пока что... Как бы всё начинает уже открываться. Парикмахерские открыты. Музеи открываются вот 18-го числа. Театр ещё будет закрыт до конца августа. То есть мы уже занимаемся понемножку, но мы занимаемся в группах. У нас наша группа вся поделена по 6 человек. 12 групп. И все занимаются с дистанцией 6 метров. Тоже можно выбрать в масках или без. Театр предоставляет нам возможность сделать тест на COVID-19. Я как раз-таки на днях делала. Интересный опыт. Через неделю будет уже новый тест на антитела. И я жду, чтобы нас всех проверили. То есть эту капсулу с кровью. Да, успокойствие, да. Чтобы узнать, болели мы или нет. Потому что был момент, когда мы были дома. Непонятно. Либо же это от перенагрузки. Потому что часто бывает, когда танцоры очень усердно много работают. И резко останавливаются. Начинаются температуры. Люди начинают болеть. И организм всё-таки отдаёт вот эту энергию, которая в переизбытке от нагрузки. Всё-таки изнашивается наш иммунитет. Так что посмотрим. Чтобы всё было хорошо и близко к идеальному. А вот философски, если подойти, Эверин, мы после этого всё. Это же закончится рано или поздно. Надо вот верить и думать, что чем скорее, тем лучше, конечно. А мы другими станем. Что в нас изменится вообще в целом? В целом, я думаю, мир начнёт понимать, что мы один большой организм. И что мы несём ответственность друг за друга. Это, наверное, одно из самых главных вещей. Что мы все не солисты, мы все кардибалет. Хорошая фраза, да. Да, что мы отвечаем друг за друга. И это главное, я думаю, любовь. Люди тоже понимают, что такие страшные вещи происходят. И близкие, любимые, друзья, которые всегда рядом. Это такая драгоценность. Особенно, когда ты закрыт один где-нибудь в квартире и не можешь выйти. То есть, я думаю, люди начнут скучать друг по другу. Заметят те маленькие нюансы, которые раньше не замечали. То есть, начнут ценить то самое маленькое, самое такое крошечное, что в реальной жизни, в рутинной вот этой погоне мы не замечаем. Не успеваем замечать. Все чуть-чуть осело. И есть время заметить, что есть главное, а что есть просто суматоха. Давайте поговорим о вашем театре. Вот уже сколько времени вы там уже провели? Как вас там встретили и как вы вообще туда попали? Это второй сезон. Прекрасный театр. Встретили очень-очень замечательно. Первый спектакль у меня был с Данилом Симкиным в роли Ольки Балет Джона Кранко-Онегин. Данил Симкиным был моим Ленским. Элиза Каррера и Михаил Канецкин были Ольгой и Евгением Онегином. То есть, такой интересный спектакль, который открывал сезон. Новый с новыми артистами. Как раз-таки Данил тоже присоединился к балету «Штатс». Опер Берлин. И поэтому такой чуть-чуть праздничный спектакль. Было очень приятно, что Йоханнес Охман меня поставил в такую партию. Потом у нас были замечательные постановки Экмана. Была постановка Алексея Ратманского. Вейдерка, который открылся невероятный успех и очень красочный балет с прекрасными костюмами, невероятными декорациями с Яной Соленко, Полиной Семеновой. То есть, артистки, которые здесь работают, это просто небесная манна. Смотреть на этих артистов. Причем они такие замечательные люди. И это такая творческая семья, которая поддерживает друг друга. Интересно здесь быть, интересно находиться. Я счастлива, что Бог мне послал такую возможность работать здесь. Правда. А у берлинских зрителей, они чем-то отличаются от других стран? Скажем, вы в России танцевали, в Латвии, в других странах, в Сеуле. Берлин. Все-таки это столица, такая культурная столица, многовековая. Там особенный зритель или как, на ваш взгляд? Очень трогательный зритель. Но я скажу, что в Риге тоже замечательный зритель. Я скучаю парижскому зрителю, я скучаю парижской сцене, которая пахнет. У нее есть такой сочный запах древесины. То есть, это такой театр, без которого невозможно жить. Для меня это прям традиция. Когда я приезжаю в Ригу, первым делом я звоню Айвору Лейманису и прошу, пожалуйста, впустите меня. И бегу туда, чтобы просто насладиться этим временем. Потому что это начало карьеры. Это дом, это что-то такое особенное. Поэтому рижский зритель для меня это что-то прям особенное. Здесь зритель тоже добрый, хороший, принимает прекрасно. Очень много добрых рецензий. То есть, положительно. Мы делимся энергией. То есть, это приятно. Главное, когда происходит этот процесс, когда зритель получает и отдает. То есть, я думаю, что у нас получается диалог. Это здорово. Это, конечно, здорово. Раз мы о Риге заговорили, давайте вот просто вспомним, напомним, может быть, радиослушателям начало вашей карьеры. Как это было? Как это выглядело в Риге? И первая партия, если я не ошибаюсь, Джульетта была, да, большая? Первая большая партия, да, это была Джульетта. Приехал Лео Муик на то время, прекрасный хореограф, который ставил этот интересный балет. Он решил подойти к этому вопросу чуть-чуть по-другому. И он ускорил этот спектакль. Он вырезал многие нюансы. И сделал этот балет как видеоигру. То есть, он всё так лаконичнее сделал и более напряжённое. Интересная интерпретация классики. И да, эта сцена, это мои любимые партнёры Артур Соколов, Виктор Сейко, по которым я очень скучаю, передаю огромный привет. Потому что это мои soulmates, части моей души. То есть, те моменты, которые были тогда на сцене, все эти слёзы, эти эмоции. Джульетта сама по себе очень трогательная. И эта любовь настолько чистая, что ты всё равно любишь партнёра всем сердцем. Особенно, когда часами вы находитесь в зале. И мне, правда, очень повезло. В Риге станцевать такую партию с такими партнёрами. Ну, а также вашим партнёром был Тимофей Андреяшенко, да? Да. Вот, это наш знаменитый тоже солист. Солист Ласкало сейчас он. Да, он сейчас ведущий солист Ласкало. Мне повезло. Я горда, что я могу называть его своим другом. Для меня это большая похвала. И мы с ним знакомы с самого раннего детства. И я рада, что мы смогли сквозь всю жизнь, получается, которая у нас ещё не такая долгая. Мы все ещё молодые. Но всё равно сквозь все наши жизненные пути, уезжая, приезжая, мы смогли сохранить нашу дружбу. И, конечно, это было прекрасно, что мы станцевали с Тимофеем именно на рижской сцене. Это такой знаменательный момент для меня был. Я думаю, для него и для наших родителей. То есть Андрей Жагерс «Царство ему небесное» два года назад сделал, больше даже, два с половиной года назад был гала-концерт и европейских звёзд на сцене. Да, да, да. На рижской сцене. Да. Латвийского театра. Я помню, мы там были на этом концерте тоже. Да. И мы станцевали дуэт из второго действия Жизели. То есть это тоже такой трогательный момент. И, да, это было незабываемо. Мы сейчас во время карантина с Тимофеем тоже созванивались. И всегда приятно слышать, видеть. И хорошо, что у нас есть теперь интернет, есть возможность быстрой коммуникации. Это да. Не надо посылать голубей. Почту. Он провёл всё это время там, в Милане, да? То есть в таком эпицентре, можно сказать. Как, вот что он говорит про это? Ну, сложно им было. Они два месяца сидели дома. И, конечно, никак не выйти. Им повезло, что у них в квартире есть возможность выхода в сад. Поэтому они могли дышать свежим воздухом. Но, конечно, в Италии это всё прошло намного серьёзнее, чем в Берлине. Ну, было им сложно. Сейчас у них послабление. Наконец-то их выпустили на улицу. Наконец-то есть возможность выхода в свет. И, да, очень надеюсь, что они скоро уже оправятся и начнут заниматься в театре, как и мы. Ну, понемножку жизнь восстановится, да? Надо верить. Велина, вы работали долгое время в Сеуле, да? В балете «Юниверсал», в трупе балета «Юниверсал» сеульска. С коллегами по балету созванивались тоже? Как у них дела? То есть Южная Корея же тоже. Они были одни из первых, потому что педсцентр у Хани был достаточно близок. И у них связи торговые очень тесные. Поэтому, да, они сели на карантин, по-моему, на три недели раньше, чем мы. И, ну, сложно было, тоже не было возможности выхода на улицу. Но у них тоже, у азиатов такая вещь есть, что они все очень осторожны и придерживаются правилам. Так же, как вот здесь, в Германии, первым делом они одевают маски и, конечно же, следят за тем, чтобы ни в коем случае не заразить никого. Да, театр тоже закрыт, спектакли отменены, неизвестно, когда они снова начнутся. Думали, что будут спектакли в июне, но, к сожалению, это все пока что не так известно, когда это все произойдет. Все ждут, когда наконец-то появится вакцина, потому что мир вздохнет только после вакцины. Пока вакцины нет, к сожалению, люди все равно будут болеть. И, да, это достаточно своеобразная ситуация с этой пандемией. Так что будем ждать, когда наконец-то появится эта волшебная вакцина, чтобы начать жить, начать, не знаю, дышать полной грудью и не бояться трогать полочник. Да, не бояться обнять близкого человека или друга. Но мне немножко вот сейчас грустно от того, что мы так грустно говорим, да, на грустной ноте. Ну а что делать? Вот такие реалии наши. Хотя хотелось бы с вами говорить о балете, о музыке. Все мы там в сверкающем мире прекрасном, да, искусство. Но вот нас, к сожалению, жизнь немножко уводит. Но раз уж мы о Сеуле вспомнили, давайте вспомним этот период. Вот у вас там друзья остались. Вы там сколько лет работали? Два года. Два с половиной. Как вы туда попали? После конкурса, да, вас пригласили? В 2012 году мне посчастливилось участвовать в балетном конкурсе в Сеуле. Это был очень интересный опыт, когда девочка из Риги улетела в Сеул, в Азию, увидела эти огромные многоэтажные здания. Интересные, огромные шоппинг-моллы. Невероятное событие было. И да, получилось, что я взяла на конкурсе, трудом своим заслужила серебряную медаль, и мне предложили работать в Сеуле. Но я тогда отказалась, и спустя три года я решила попробовать. То есть приехала туда и не пожалела. То есть это волшебный мир для меня, это такая сказка. То есть когда ты не носишь с собой ключи в кармане, потому что всё на кодах, ты там пальчиком прижмёшь где-нибудь, всё открывается. То есть такая жизнь в будущем. В будущем. Да. А система отношений между людьми, вот как? Они тоже в будущем? Они другие, чем мы? Как они? Ну, они более… Комфоция всё-таки оставила свою такую традицию. Они очень традициональны, они очень даже чуть-чуть брезгливы. То есть есть определённые правила в общении. Такая даже, можно сказать по-русски, это дедовщина чуть-чуть. То есть обязательно уважение к старшим. Ни в коем случае нельзя никак никому ничего сказать. Надо обязательно называть. Например, у меня старшие коллеги, даже если на год меня старше, я называла их старшими сёстрами. То есть такой коммуникация была своеобразной. Было интересно привыкать к этой новой культуре, новая еда. Очень острая, когда наш балтийский желудок не принимает. Ваши любимые партии там какие были из вашего большого репертуара, огромного уже? Там были все спектакли Маринского театра. Педагоги тоже были из Маринки. То есть спектакль, в котором я влилась в жизнь Сеульского театра, это была «Спящая красавица», которую поставил Виноградов. То есть потом «Щелкунчик», «Дон Кихот», все спектакли Маринского театра. То есть мне посчастливилось получить базу репертуара именно Санкт-Петербурга, именно Вагановка, то есть Вагановское училище, прошу прощения. И этот опыт незабываемый, этот опыт самый такой сакральный. Для меня я его ценю и уважаю, потому что без него я бы, наверное, не была той балериной, которой я сейчас являюсь. Я очень многому там научилась и обрела прекрасных друзей, которые до сих пор меня поддерживают. И всегда, если я не знаю, как сделать пироид или как правильно вывернуть ножку, я всегда знаю, кому позвонить и кого спросить. Ну, это здорово. Как вывернуть ножку? Расскажите мне, да? Велина, но не только друзей вы там нашли, а даже гораздо больше. Да, я там нашла мужа. Вот как в жизни все складывается интересно. Я проехала полмира, чтобы встретить свою любовь. И мы уже, получается, четыре года вместе, два года в браке, счастливы. И всё не зря. Не зря меняем обстановку, не зря в душу и в голову нам приходят всякие интересные идеи поменять и место жительства, и чуть ли не континент. То есть улететь на конец континента. Очень-очень интересно. Там наверху я верю в судьбу. И я верю, что всем нам предназначен тот путь, который предназначен, написан в наших звёздах. И я уверена, что там всё было прям задумано, придумано заранее. Там написано было всё это. Да, вот только хотела спросить, бывают ли случайности. Вы уже и ответили. Не бывает. Да, не бывает. Согласна. Но продолжая вот эту тему, хочу напомнить, что всё-таки там для нас что-то готовят, но ты можешь действовать или не действовать в рамках этой ситуации, обстоятельств. Я к чему это всё клоню? Что вот в 26 лет Эвелина Годунова стояла на сцене Большого театра. В жюри сидели Григорович, Цискоридзе, Захарова. В зале сидели президенты. И вообще такая публика очень-очень серьёзная. И Эвелина стояла на сцене и получала, совсем юная девушка, получала гран-при престижнейшего конкурса. Я сразу скажу, что второе место очень далеко отстояло по очкам. То есть вы с большим отрывом опередили всех конкурсантов. И вот чтобы попасть на этот конкурс, нужно было сделать какое-то движение, а можно было его не делать. Это порыв. Я уверена, что любой человек, засыпая в своём доме, в любимой кроватке, иногда мечтает. У меня был вот этот порыв, который я как-то словила. То есть я зажглась этой идеей. Потом на следующее утро проснулась и подумала, «Боже, да как же, поехать в Москву, участвовать в конкурсе, победить». Это уже в Сеуле тогда было, да? Да, как-то звучит всё это неправдоподобно. Поэтому я себя усмирила, но решила ехать. И, конечно, путь был очень тернистый. У меня есть такая черта в характере, что чем сложнее, значит надо. То есть лёгких путей мы никогда не ищем. Всегда выбираем самые сложные, самые тернистые, когда директора против, когда люди не отпускают, когда с костюмами проблемы, когда чем сложнее путь, тем он более качественный, тем выше потом похвала. И как получилось, как мне опыт мой подсказывает, сколько вот живу, всегда эти тернистые пути, они оправданы. Чем сложнее, тем, конечно же, надо, как мы говорим. Тот, кто не рискует, не пьёт шампанское. И, конечно, то, что случилось, такая победа интересная, и, опять же, много новых друзей, много новых связей. Потом уже, как вылилась эта работа в Берлине, предложения, контракты, галоконцерты. Это всё благодаря тому, что решили идти через тяжёлый путь и не сдаваться. Ну и причём победа была одержана, победа случилась в ваш день рождения. Да. 19 июня, да? То есть это совершенно не случайно. Невероятно. И приз такой оригинальный вы получили, помимо премии. Расскажите, пожалуйста, про этот приз. Это просто часто очень спрашивают. Да, мне подарили серьги интересные, как балетные пачки. То есть подарили золотую медаль. Всё это честно. Даже сейчас вспоминаю, для меня это настолько феерично, настолько кажется нереальным, что со мной это произошло, потому что вроде бы как же так. Девочка с Риги, которая никогда и не мечтала, приехала, много работала и победила. И как так стоять на этом предистале и смотреть на людей, которые тоже безумно талантливые. То есть для меня это до сих пор чуть-чуть нереально. До сих пор я не понимаю, наверное, что со мной случилось и как вот такая судьбоносная, судьбоносный конкурс случился в моей жизни. Очень интересно. Ну вот да, такие рецензии были о этом вашем выступлении, потрясающие, что одну вот я дословно не помню, но о прыжке, что Эвелина Годунова своим прыжком всю сцену пересекает. Есть такое дело? Была мечта ее перепрыгнуть и как оказалось, что это возможно. Очень приятное чувство. Мечта сбылась. Реакция жюри. Вот такие знаменитости сидели в жюри. Не страшно было, что они там были? Или вы ощущали доброжелательность? У меня было ощущение, что все они когда-то были на моем месте и я ощущала такую доброту. Я понимала, что это мои скорее друзья, это мои соратники, это люди, о которых я всегда... о которых я всегда... я даже не знаю, как сказать. Для меня это кумиры, то есть для меня это полубоги, божественные личности, и я их не боялась, я их любила, и для меня это была безумная похвала, возможность выйти на сцену, станцевать вариацию и иметь такую публику. То есть главное, наверное, было участие и ни в коем случае не думала ни о какой победе. Я наслаждалась этим временем. Это как раз-таки был момент после Сеула, когда я год не выезжала, я приехала в Россию, и мне было так радостно, что я понимаю язык, что я могу читать, что это все такое родное, приятное, и запах ветра, и, конечно, театр, большой театр, это же мечта попасть в него, пройтись по этим коридорам, где ходили все метры, начиная от Галины Улановой, Марины Семеновой, заканчивая сейчас, не знаю, Светланы Захаровой. То есть это такое волшебное место, куда я попала, и да, это незабываемый опыт. Велин, вот сейчас наверняка вас слушает ваша мама или чуть позже посмотрит эту запись. Мама что сказала? Давайте пару слов про нее скажем, хороших, потому что все начинается с мамы. Любая балерина, наверное, с мамы начинается. После победы она как реагировала? Мамочка моя золотая, она всегда была рядом, всегда меня поддерживала, когда мне было очень сложно, и когда мы не справлялись, и казалось, что все сейчас закончится, что силы иссякнуты. Она всегда говорила, никогда не сдавайся, иди до конца. Всегда смотри назад, оборачиваясь, и думай, сколько всего ты сделала, и что будет, если все ты это бросишь. То есть был огромный труд, и она всегда была рядом. Она всегда была... оба ей за то, что она меня родила, за каждый пальчик, за каждую кровинку, это все она, и наша победа общая. Мы не мечтали о таком, поэтому для нас это что-то волшебное. Спасибо ей большое. Спасибо ей большое. Повторяюсь, посчастливее. Слово «частье» красной нитью, да. По-другому это не назвать. Познакомиться с Андрисом Лепой, это сын великого Мариса Лепа, это легенды, мэтры латвийского, начиная с Латвии, заканчивая большим театром, то есть это мировые звезды, это элита балета, это невероятный багаж, это Майя Михайловна Плесецкая, это вот самый-самый сок советского балета, когда балет был на самом большом, на самом лучшем уровне в мире, и все о нем говорили, то есть это люди, которые подняли классический балет на новый уровень. И мне посчастливилось участвовать в голоконцерте на кремлевской сцене Кремлевского дворца, танцевать, я танцевала вариацию с балетой первого действия Дон Кихота Китри, это коромка Майи Плесецкой, и вариацию из балета Лавренси, то есть они все-таки прыжковые, и как мы помним все, конечно, Майя Плесецкая, это эталон, это длинная шея, это эти руки, это экспрессия, это прыжок, это невероятная харизма, то есть, да, и был прекрасный спектакль, получился прекрасный праздник, посвященный ей, ее дню рождения, и зритель безумно был рад видеть звезд большого балета, были звезды из Венской оперы из Нидерландов, сейчас я уже не смогу всех перечислить, Илза Лепа с вами тоже там танцевала, да, по-моему, Илза Лепа, Илза Лепа тоже была, и правда, вечер получился замечательный, я до сих пор его вспоминаю, да, после этого мы ездили в Казань, у нас был еще один прекрасный вечер, и всегда наши встречи, это такой семейный латышский круг, мы всегда вспоминаем, мы всегда общаемся, очень много общего, и общий дом, и общая история, поэтому приятно знать, что мы рижане, есть друг у друга, и, конечно, нас объединяет творчество, то есть, это прекрасное, прекрасное время. Вы очень ввели на позитивный человек, потрясающий, скажите, пожалуйста, вот у вас рост 164 сантиметра, как известно нам из прессы, как вы вот такую форму держите, вот что вам, помимо там жестоких, этих жесточайших тренировок, что вам помогает еще, вот какой у вас вес, это можно интимный вопрос такой задать? Ну, сейчас 45, это достаточно много. При росте 164, 45 килограмм, это просто тростяки. Я скажу честно, я за время карантина я набрала килограмм, потому что невозможно удержать вес, который должен быть ниже нормы, то есть, балетный вес, он очень строгий, и с моим невысоким ростом, к сожалению, мне надо весить 42 килограмма, 43 килограмма, это почти невозможно. Ну, это вообще что-то нереальное, это же лепесточек вообще. К сожалению, да. Вот такие серьезные грани. Скажу честно, я голодала, я не ела, бегала в парке, делала классы, делала балетные экстрекцизы, и все равно, все равно вес чуть-чуть пришел. И как бы никакая диета не помогает, если нет огромной нагрузки. Поэтому в любом случае я не советую людям голодать, я считаю, что обязательно белки нужны, углеводы, все это нужно, обязательно надо кушать вкусненькие жиры, и ни в коем случае себе ни в чем не отказывать, потому что главное – это здоровье. Вот, у нас такая профессиональная деятельность, у нас контракты прописаны, поэтому нам надо обязательно быть худенькими. У вас вес прописан в контракте? Не может быть. Ну, это ответственность, конечно, каждого артиста. Слава Богу, не прописано. Так было бы совсем тяжело. Но да, мы любим салатики и курочку. Это наша еда. И кофе без сахара. Но мы грешим сахаром. Себя баловать. Но это секрет. Да, ясно. Мы никому не скажем абсолютно. Да. Ну, в общем, с вашими тренировками бесконечными, по-моему, набрать вес тоже не так просто. Это же какие-то изнурительные тренировки. Часами, да? Сколько часов проводите вообще в обычное время, не в карантине? В обычное время это 6 часов плюс еще 2 часа, 8 часов в день тренировок. Конечно, есть паузочка, часик. Вот. Но при всем при этом, конечно, можно наконец-то покушать, когда так много работаешь. Можно кушать. Я всегда очень счастлива, когда у меня много репетиций, потому что я знаю, что я могу вечером сходить и, например, покушать корейское барбекю, какую-нибудь свинку, что-нибудь такое вкусненькое, жирненькое. Я знаю, что это не отложится, потому что, к сожалению, слишком много сил ушли на балет, и нужно, конечно, подкрепиться, потому что, если не кушаешь, тогда сил не будет. Вот. А в карантин, конечно, у нас только салатики и воздух, и хорошее настроение. Вот. По поводу хорошего настроения. У нас программа уже к концу подходит, к сожалению. Но скажите, что вам помогает хорошее настроение поддерживать, и что вас радует вообще каждый день? В чём радость? Радость такой свободы, наверное. Радость того, что, хоть и мы сейчас находимся в карантине, у нас всё-таки есть время для себя, и это тоже позитивно. Заниматься любимыми делами, общаться, Риточка, с вами, это тоже очень позитивно. Думать о том, что, может быть, я скоро приеду домой, в Рику, потому что билеты есть, я очень жду, что откроются границы, и я встречу мамочку. Меня эти мысли очень греют. Конечно, спортивная, такая, не знаю, бурная деятельность у нас началась, это тоже поднимает настроение и энтузиазм, потому что мы знаем, что всё-таки скоро не за горами начнутся спектакли, и искусство нас облагораживает, без искусства всё-таки жизнь слишком такая flat, прямая, плоская, а искусство нам добавляет радости, добавляет такой искренности, там есть и любовь, и ненависть, и без этого всего, конечно, мы жить не можем. Нам нужны эмоции, нам нужно это вдохновение, весеннее, которое сейчас как раз-таки за окнами, всё расцветает, и скоро, скоро начнётся новая жизнь. мы вами любуемся, и вот сейчас просто тоже, да? Евелина, с какой партии вы начнёте, когда вот это всё вот скажут, всё, завтра можно? Какая партия будет, и какая хотелось быть, что ещё впереди? у нас сейчас всё в процессе, мы сейчас будем готовить мини-галоконцерты на маленькую публику относительно, то есть, поскольку театр, аудиторию не смогут открыть до конца августа, будут какие-то, не какие-то, а будут интересные происходить вещи здесь в театре, у нас будут галоконцерты для маленькой аудитории, и, конечно, у меня очень много планов, что станцевать, я не буду рассказывать, буду показывать, то есть, есть очень-очень много интересных таких задумок, и, конечно, начнём мы у нас постановка классического балета «Спящая красавица», ждём, не дождёмся, будем ждать, конечно же, «Онегин». «Онегин». Да. Спасибо огромное, программа подошла к концу, спасибо за интересную беседу, напоминаю, что с нами сегодня в личном утре была Эвелина Годунова, это абсолютная звезда балета, она победительница престижнейшего международного конкурса в Большом театре, где получила гран-при, она была лучшей балериной Латвии, она была солисткой южнокорейского балета «Юниверсал» сеульского, а сейчас она солистка берлинской штат-опер, да, то есть, очень-очень хорошая, престижное место. Мы вами, Велин, гордимся, любуемся и желаем удачи. Привет большой Евгению, вашему мужу, и желаем вам держитесь там в Берлине, и чтобы скоро все это закончилось одно и началось совершенно другое яркое и радостное время жизни. спасибо большое. Жду новых встреч. Хорошего дня, до свидания. Спасибо всем.